Приветствую вас дорогие зрители на своем канале, посвященном миру кораблей. Вещать сегодня будет Jedi46, а темой для ролика в этот раз станет краткий гайд по крейсеру Плимут. Быстро пройдемся по особенностям корабля и его ТТХ, а потом я покажу билд командира и затрону тактику ведения боя. Итак, поехали. Начнем с краткого описания корабля. Плимут это британский крейсер 10 уровня, продающийся в Адмиралтействе за сталь и по сути является максимально затюнингованным Эдинбургом. И посему сравнивать его я буду именно с ним, а также поскольку это десятка, то к сравнению добавлю еще и Минотавра. Кстати, по статистике Плимут держится в лидерах, но о причинах этого я лучше расскажу после разбора корабля, ибо они тут на деле не самые очевидные. Начнем разбор, пожалуй, с главного калибра. Тут по сути мы имеем схожую с Эдинбургом артиллерию, и главное отличие по 4 орудия в башне вместо 3, а также несколько возросшая скорострельность. В остальном же башни также очень тугие и стреляют почти на одинаковую дистанцию с разницей в 100 метров, как ни странно в пользу восьмерки. Кстати, как вы наверное уже догадались, в наличии тут только бронебойки, причем даже снаряд тот же, что у Эдинбурга. По ДПМу, естественно, Плимут обходит своего прародителя, но все же сильно уступает Минотавру, хоть и выигрывает в весе залпа. Ну и естественно, главная фишка британцев тут в наличии, и бронебойки за счет особых настроек отлично работают против эсминцев и легкобронированных целей. Далее, живучесть. Она тут можно сказать такая же, как на Эдинбурге. Броня полностью идентична, что кстати довольно неприятно для десятки, ибо цитадели мы будем ловить охотно от любого противника. Запас хп, конечно, немного выше, но вот есть нюанс с ремонтной командой, который я озвучу позже. Торпеды. Они по ТТХ полностью идентичны торпедам Минотавра, но в отличие от последнего, на Плимуте только один торпедный аппарат на борт, соответственно и урон от торпед ровно в два раза ниже. Британская особенность с потрудным пуском также в наличии. Маневренность. Потяжелевшая в сравнении с Эдинбургом артиллерия забрала у Плимута один узел максимальной скорости, что однако делает его достаточно медленно в сравнении с другими десятками. И опять же, британская особенность с быстрым разгоном и медленным торможением также в наличии, и забывать про нее в бою не стоит. Маскировка. Такая же как у восьмерки, и в полной раскачке радиус заметности составляет 9 километров 200 метров. Из ТТХ остались только ПВО и ПМК. И то и другое тут только для красоты. ПВО для десятки просто отвратительное, и отбиться от авика будет проблемой. Причем даже восьмые авианосцы могут очень сильно нам насолить, хотя их самолеты мы хотя бы можем сбивать. ПМК же на британцах сейчас чисто декоративное. И вот тут у вас наверное возникнет вопрос, а зачем мне тот же Эдинбург на 10 уровне, если есть Минотавр, который почти всем будет лучше? И ответ кроется в расходниках. А именно, в возможности взять одновременно Дымы, ГАП, РЛС и Хилку в довесах. Да, Хилка тут стандартная и регенит меньше ХП, чем у Эдинбурга или Минотавра. Да, РЛС тут всего на 9 километров, но наличие сразу всех этих расходников вместе дает Плимату просто невероятные возможности по контролю точек и борьбе с эсминцами. Впрочем, прежде чем озвучить тактику, давайте рассмотрим билд командира и модернизации. Итак, начать билд я предлагаю с Наводчика или из Последних сил. На второй полке Мастер Снаряжения. На третьей Отчаянный и Супер Интедант. На четвертой Маскировка. Всего выйдет 13 очков навыков. Оставшиеся 8 я предлагаю тратить на ваше усмотрение. Из полезных перков, помимо уже озвученных, можно выделить Пелинг, Отличника артиллерии, Мастера борьбы за живучесть и Артиллерийскую тревогу с приоритетной целью. Остальные навыки здесь просто не нужны. По модернизациям стандартный набор выглядит вот так. Однако при наличии у вас особых модернизаций на ГАП или РЛС, во второй слот можно поставить их. Ну а теперь можно озвучить и тактику. По сути, перед нами типичный британский легкий крейсер, основная задача которого – бороться за контрольные точки и уничтожать вражеские эсминцы. С последним, кстати, за счет наличия РЛС, ГАПа и дымов будет достаточно легко справиться, ибо Плимут на короткой дистанции убивает эсминцев буквально с пары-тройки залпов, а спрятаться от него выйдет только если разорвать дистанцию выше 9 километров. При этом сам Плимут спокойно встает в дымы и не отсвечивает перед вражескими линкорами, чего тот же самый Минотавр с РЛС сделать не сможет. А что делать, когда на вашем фланге эсминцев уже не осталось? В таком случае можно встать в дымы и набивать урон на линкорах и крейсерах, или же отправиться на захват точек. В общем, типичный британский легкий крейсер. Соответственно и советы тут по игре те же самые. Стараемся активно использовать острова, ибо баллистика позволяет их перекидывать. По возможности весь бой контрим вражеских треугольников и держим контрольные точки. Ну и конечно же, чем меньше вы светитесь, тем дольше живете, ибо Плимут это стеклянная пушка, и живучесть его даже хуже, чем у Эдинбурга, из-за стандартных настроек хилки. Самые опасные же противники для нас, это крейсера с РЛС, и с ними нужно быть максимально осторожными. Как итог же, по данному кораблю я могу сказать, что Плимут очень скиллозависимая машина, и его эффективность напрямую зависит как от вашего уровня игры, так и от уровня игры ваших противников. Тут можно вспомнить и о его статистике. Высокий винрейт этому кораблю обеспечивает, во-первых, фиолетовые статисты, так как процент скилловых игроков на нем весьма большой, и это неудивительно, ибо новичкам данный корабль я бы точно не советовал к приобретению. Ну и во-вторых, причина хорошего винрейта и эффективности корабля, это его редкость. Да-да, все так просто, не каждый игрок в рандоме знает о том, что Минотавр может взять РЛС вместо дыма, а уж встречая британский крейсер, стоящий в дымах, тем более никто не будет ждать от него еще и РЛС. Покупать же данный корабль или нет, как обычно решать только вам с Авин. Я же могу посоветовать его тем, кому понравились британские легкие крейсера, и тем, кто любит охоту на эсминцы в рандоме. Лично мне Плимут зашел, несмотря на все его недостатки, и о покупке я ничуть не жалею. На этом видео постепенно подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если оно было полезным или интересным, а также пишите свое мнение по данному кораблю в комментариях. Я же еще раз напомню о своей группе в ВК и Твич-канале. Ну теперь уж точно все. Всем удачи и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok